Приветствую зрителей моего канала. Сегодня продолжаем разговор о мультипликаторных катушках. Еще раз на столе катушка TRX. Разговор не совсем о ней, а о том спиннинге, с которой я собираюсь ее использовать. Катушка отработала пару сезонов. Продать, наверное, не удастся, потому что появилось достаточно большое количество интересных катушек в этом ценовом диапазоне. Имеется вторая шпуля. Добавил кольцо с магнитами. Теперь их 10 вместо полукольца с 5. И буду продолжать ловить. Только единственное, что сдвину веса чуть в более тяжелую ценовую весовую категорию. То есть где-нибудь 4-5-6 грамм, возможно, такие приманки собираюсь использовать. Катушка в целом вполне работоспособна, но ультралайтом является, наверное, назвать ее можно с большой натяжкой. То есть ее веса это 3-4 грамма. Меньше вряд ли... Ну, забрасывать можно, натренировать себя можно, но слишком велика вероятность получить бороду. На момент появления хороший вариант. Сейчас просто рабочая катушка. Так, остался на столе ярвычок от фирмы Kingdom. Те, кто смотрел мое видео более ранее, знают, что это одна из китайских фирм, которая под своей маркой выпускает и приманки, и катушки, и спиннинги. В том числе у меня тревел этой фирмы, Киел называется, Киль. С ним я съездил в Дубай, пополовил, но не сломалось ничего. То есть достаточно надежные вещи. Так, а ярвычок у меня оторвался от спиннинга, вернее, кастингового удилища, с которой я собираюсь использовать эту катушку. Вот рукоятка от этой катушки. Очень интересное исполнение самого спиннинга. Это отдельная рукоятка и целиковый хлыст. Причем хлыст монолитный. Он весь углепластиковый, то есть целиком, вот такого вот диаметра. Соответственно, это такая мощная, довольно жесткая палочка при длине 1,56 м. То есть это ультралайт все-таки и до 8 грамм. Ну, то есть это где-то вот между ультралайтом и лайтом. И посмотрим, сколько это на самом деле в использовании. Ну, уже впечатляет, что здесь вот такой, ну и достаточно увесистый, камлеватый получается строй. То есть весь, 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 господи, весь, весь, весь ее в рукоятке. То есть рукоятка и нижняя часть бланка довольно прилично весят. Рукоятка выполнена вот в таком интересном стиле. То есть она не имеет раздельной рукоятки, собственно, а имеет вот такую небольшую. Не сказать, что она пистолетная. В руку ложится отлично. То есть все прям эргономично выполнено. Верхняя гайка из углепластика с металлическими вставками. И хорошо сочетается с тем же Терексом. То есть черный и Эва, и красный даже оттенок совпал в этот раз. То есть мне нравится сочетание. Удилища в нескольких цветах есть. Я взял белое, а по-моему есть еще черное. Так, серия Микроэксперт. Довольно интересно, что кольца Фуджи стоят. Хотя, казалось бы, достаточно недорогое удилище китайского производителя. Но они не поскупились. Так, Микроэксперт опять же. Колечки все выставлены ровно, я посмотрел. Логотипы Фуджи на кольцах присутствуют, тоже я посмотрел. Весь такой в молочном цвете выполнен бланк. Нижняя часть вот красно-оранжевый цвет этой фирмы. Так, кончик очень тоненький и подвижный. Опять же, напомню, что бланк монолитный из углепластика. То есть он довольно жесткий и мощный. Здесь кольца стоят очень маленькие, легкие. И бланк не нагружает вовсе. Красные обмотки. Так, положу другим краем, иначе он просто свалится. Так, довольно интересный чехол. Чехол такой с мягкой вставкой внутри. То есть позаботился производитель о сохранности спиннинга. Отдельный кармашек под рукоятку. То есть вот сюда рукоятка убирается. И длинная, получается, оставшаяся длинная часть для самого удилища. Микроэксперт, КМ562УЛ, Кингдом, фирма-производитель. Так, и все это дело, естественно, на липучке. Вот видите, внутри какой-то на флиз нечто похожее здесь. Ему еще и холодно, получается, не будет. Так, для чего он мне понадобился? Во-первых, я хотел все-таки Терекс использовать по полной. И катушку... Этой катушкой буду бросать веса все-таки побольше, чем... Рассчитываю на 4-5 граммов. Поэтому тест от 0,8 до 8 грамм этого должно хватать. Мощности такого спиннинга легко хватит на щуку и на головля. Посмотрим, как это все вместе будет работать. Муха задолбала попадать в кадр. Звезда сегодняшнего видео. Так, этим спиннингом, я надеюсь, попользоваться в этом сезоне. Вот он только сегодня приехал. Порадовал качество изготовления. Довольно забавно, чтобы спиннинг не сломался, к нему привязали бамбуковую палку. То есть мне еще из Китая бамбуковую палку. Из ближайшего куста прислали. А так, интересное исполнение. Рукоятка отдельная, отдельный хлыст. В подобном исполнении у меня есть Бальтазар Айковский, который джековым удилищем является. А тут такое ультралайтовое все-таки. Ну, или лайтовое удилище. С нетрадиционным исполнением. То есть монолитным бланком. Не длинным, но достаточно увесистым. Такой реверанс советскому прошлому. Инерционная катушка. И короткие спиннинги с монолитным хлыстом. С мелкими кольцами. Так что вспомним все былое, но на новом уровне. Ну, пожалуй, все, что на данный момент можно сказать о этом комплекте. Остальное можно будет добавить уже после рыбалки и поимки первых трофеев. Ну, или не поимки трофеев. Но я буду стараться. Поэтому пишите комментарии. Интересуйтесь. Подписывайтесь. Жду ваших реакций на снятый материал. Пишите, какие вопросы у вас возникли. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok